Осенние вечера напоминают о приближающейся зиме. На Покров ждут первого снега. Но Красная Горка отмечает этот день по-своему. Там за окном идет подготовка к празднику. Вечерние девичьи посиделки со своей концертной программой. В старых деревнях спутницами таких посиделок были тряпичные куклы. И походили они на своих рукодельниц. Сегодняшние куклы тоже кого-то напоминают. Мы тоже идем в ногу со временем. И сейчас такое творчество очень привлекает молодых ребят, девочек, текстильные куклы. Вот такие современные жители Красной Горки. Да, то есть они вот такие необыкновенные, даже можно сказать своеобразные. У них есть свой характер. Внучки смотрят на бабушек, бабушки видят во внучках себя. А старые куклы и давние традиции объединяют их интересы. А вот у нашей бабушки есть такая кукла, вот матрешка. А почему мы не делаем матрешек? Ну, мы стараемся все равно не забывать о традициях и даже рассматриваем все всевозможные виды искусства, старые, которые остались у нас в сердцах. Татьяна Филипповна Варнакова и Октябрина Александровна Николаева в Красной Горке живут давным-давно. Это их деревня и их история. Мы много людные, очень много было народу, много детей. А сейчас все вырастают, эти дети уезжают в Москву, куда, а сюда только в гости приезжают. Конечно, деревня изменилась, изменился сам образ жизни, но сохраняется то, что действительно сердцу дорого. Малая Родина навсегда остается с нами, потому что в ней хранится множество дорогих нам традиций. Сергей Берзин, Андрей Капустин, информационная программа «День». Сергей Берзин, Андрей Капустин, «День». Сергей Берзин, Андрей Капустин, «День».